всем привет с вами снова кто этот парень и где быков под псевдонимом чебурашка нара он же дмитрий литвин собственно кто смотрит наше видео до конца и читает субтитры поймут но насчет второго в общем то никто не знает где царь даже в команде ты дыша но мы все верим в его появление и ждем и так игры про превозмогание глобального пиздеца с параллельной утилизации деградирующего остатка биомассы заполонили в последнее время наши компьютеры с приставками и умы жадных до наших денег разработчиков этих самых игр иногда нам предлагают тупо бегать и собирать всякое во имя поддержания жизни в бренном теле попутно отбиваясь от жадных до жизни других бренных тел иногда предлагают строить хижины из палок камней говна и страха а иногда просто отправляют прекрасное далеко когда все только начиналось в общем то суть одна выжить а под каким соусом все это подать решает каждый творец персонально присоединиться к торжеству сбора день выживания решила и юбисофт со своим проектом под названием the division в общем то дела обстоят примерно так не совсем в далеком будущем даже ближе к настоящему нежели таки будущему некие злые террористы воспользовавшись любовью любителей демократии ко всему халявному намазали на этих самых любителей стафилокока кишечной палочки сибирской язвы и немножко h1n1 святая святых торговом центре прямо во время черной пятницы когда любители халявы давили друг друга кашпроты в банке во имя получения того что простые дни они себе позволить не могут с этого самого дня все и пошло под откос люди начали помирать как мухи от дихло пусто правительство не слабо так обосралась со всеми своими исследовательскими центрами лабораториями армии и нехимым таким гос аппаратом и не смогло сдержать всепоглощающий пиздец в эти самые дни без просветного завтра уже не наступит никогда на выручку простым смердам и правительством всех стран приходят спящие агенты дивизиона вчерашние дворники грузчики каменщики ну быть может врачи учителя но лично мне забавнее представлять именно агента быдло который еще вчера драил толчки а сегодня налево и направо раздает хеды так как непонятное нечто его активировала словами утка в дереве запеканка уже никогда не будет и прежде повторяю утка в дереве запеканка уже никогда не будет и прежде ну или простым смс сообщением с надписью пара черт его знает как они их там активируют короче именно с этого дня и начинается наше очередное выживание в очередном простите меня за это слово шедевре от юбисофт к слову сюжет основан на реальных событиях пусть и стимулятивных в виде правительственного эксперимента далекого 2001 года под названием темная зима тогда кстати все свернули уже через 15 дней ввиду понимания того что случись оно на самом деле на этом собственно все и закончится а теперь давайте не предвзято и по порядку ни у кого не должно быть сомнений что игра автоматом себя продала огромным тиражом еще в те далекие времена появление первого видео геймплея где графон был как на фотографиях из реальной жизни количество полигонов текстур шейдеров зашкаливала до уровня божественного просветления а в собачьем дерьме можно было разглядеть что же нажрала сегодня утром данный прием от юбисофт всем известен со времен watchdog of не называется просто без лака и жизнь плоха давайте честно если бы не тот запредельный графон столько шума вокруг игры не было бы так как подобных проектов сейчас выходит от слова дохера и каждый обещает натянуть все предыдущие под самый корешок а в итоге в итоге мы имеем собак которые нынче срут воздухом они прелестной коричневой колбаской с вкраплениями кукурузы мистер говняшка из саус парка не оценил бы подобное дерьмо буквально почти вчера нас всех допустили к бета-тесту попасть на который мог любой желающий методом оформления предзаказа и последующей отмены этого самого предзаказа все на самом деле хитро и просто хватило нас буквально на на в общем ну и у нас скажем так быть и может от того что сюжетная линия состояла аж из целых одной миссии ради которой нам предложили выкачать все 26 гигабайт клиента помимо неподъемного количества сюжетных миссий нам подсунули почти все локации нью-йорка по которым можно было ходить и спасать редких клонов бомжей от неминуемой смерть попутно расстреливая стаи других клонов бомжей плохих бомжей от хороших можно было отличить индикации над башкой в общем все как в реальной жизни если встречный человек неадекватен намеревается причинить вам вред у него над головой появляется красная полоска с хп и красный треугольник что у вас не появляется а вы не сидите на антидепрессантах а ну тогда попробуй сменить лекарство ладно еще в бете the division были dark zone где одни спасатели человечества убивают других спасателей человечества наверное потому что не знакомы друг с другом и не знают что и те и другие из дивизиона ради плюшек улучшений и прочих всевозможных радостей логика а логика да мой милый дружок что ж ты хотел иди нахуй тупая логика ну и не забывайте что это в первую очередь мог следовательно ситуация когда вы выпускаете в живого противника обойму патронов а он отряхивая курточку от застрявших в ней пули бежит спокойно дальше вполне нормально это вам не раз дейзи или какой-нибудь арк это очень серьезная игра на серьезных щах от серьезных парней из юбисофт мы на тд еще как самые передовые эксперты в мире всевозможных игр нет честно у нас даже статуэтка такая есть эксперты в мире всевозможных игр ее кто-то свое время слепил из глины и катышка в грязи собранных стел тубишевцев в общем такое высокое звание обязывает быть объективными а объективность на сегодня такова при том что игра вполне себе может оказаться интересной предпосылки к этому на самом деле есть при том что в игре можно побродить по реальному нью-йорку а потом приехать в этот город и попасть в знакомые места при том что графика на самом деле вполне себе хорошая просто не надо было наябывать народ и показывать то чего нету она хороша для нынешнего времени особенно для кроссплатформенной игры ее все равно не стоит покупать именно сейчас и оформлять предзаказ необходимо дождаться релиза посмотреть что будет в итоге без всех этих радужных обещаний потому что юбисофт потому что не дешево ну и потому что такого уже полно и вам оно просто не надо получить в коллекцию очередную игру в которую возможно не наиграете даже десяти часов на этом же все не забывайте ставить лайки для нас это очень важно подписываться на канал и линковать это видео везде где только можно всем пока не забывайте ставить лайки для нас